Приветствую тебя, дорогой подписчик! На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх. На краю научной мысли открывается мир, о котором мы только начинаем догадываться. Это гипотеза о мультивселенной черных дыр. Эта концепция поднимает множество вопросов о природе реальности, о том, что скрыто за пределами нашей Вселенной. В то же время непонятные сигналы КЭК, исходящие из глубин космоса, забавляют умы ученых и любителей астрономии, поднимая вопросы о том, как живые организмы, такие как мотыльки, используют звезды для навигации. Эти элементы объединяются в одну удивительную историю науки о космосе и нашей роли в нем. Астрофизика сталкивается с множеством нерешенных загадок. Например, откуда взялась наша Вселенная? Что такое сингулярности черных дыр и какова их природа? Более того, парадокс черных дыр ставит под сомнение идею об уникальности нашей Вселенной. Научные исследования выявляют, что ускоренное расширение Вселенной и таинственная темная энергия – это не просто загадки, а ключи к пониманию самого существования космоса. В течение долгих лет ученые пытались найти ответ на вопрос, действительно ли Вселенная вращается. Большинство из них пришли к выводу, что скорее всего нет. Тем не менее, наблюдения за вращением галактик показали удивительные результаты. Телескоп Джеймса Вебба обнаружил неожиданные данные. Некоторые галактики имеют смещение в направлении вращения, что открывает новые горизонты для исследований. Интересно, что друзья-ученые начали задаваться вопросом, вращается ли Вселенная относительно чего-то большего. Мы можем рассмотреть возможность того, что наша Вселенная может быть частью чего-то более обширного и замкнутого. Кажется, что исследование этой гипотезы может изменить наше представление о космосе так, как мы его знаем. Одно из самых овладевающих направлений исследований стало изучение идеи о Вселенной, находящейся внутри черной дыры. Существуют удивительные аргументы в ее пользу, например, сходство между свойствами черных дыр и масштабами нашей Вселенной. Вращение черных дыр можно использовать для объяснения вращения Вселенной, открывая возможность существования других Вселенных внутри них. Однако в этом контексте возникают вопросы о темной энергии. Она остается необъяснимым феноменом, но гипотеза о том, что вращение черной дыры может влиять на ускорение расширения Вселенной, появилась вот-таки в результате исследований обсерватории ДИСа. Эти наблюдения предполагают, что темная энергия может быть связана с нашим пониманием черных дыр. Когда дело доходит до других объектов в нашей Солнечной системе, такие как Меркурий, возникает множество трудностей. Из-за близости к Солнцу мы имеем ограниченные данные о его поверхности и внутренней структуре. Миссия Бепи Коломбо, целью которой является доставка образцов с Меркурия, сталкивается со сложностями от необходимости защитить аппаратуру от солнечной радиации до долгих расстояний. Изучение планет выходит за рамки простых наблюдений. Современные научные методы используют сейсмологию, магнитные и гравитационные измерения для изучения структур планет. Создание парных спутников для гравитационных измерений открыло новые возможности для понимания внутреннего строения Земли и Луны. Недавние открытия позволяют ученым разрабатывать новый метод изучения гравитационного поля планет. Используя зонд, который отражает радиосигналы от материнского аппарата, можно создать более детальную карту гравитационного поля планет. По сравнению с прямыми сигналами, этот метод оказывается более квалифицированным и простым в реализации. Миссия Лиса, детектор гравитационных волн нового поколения, открывает горизонты для открытий. Она состоит из трех аппаратов, установленных в треугольной конфигурации и расположенных на расстоянии 2,5 миллиона километров друг от друга. После подписания важных документов, миссия вступила в новую фазу, обещая новые открытия в области астрофизики. Обсерватория имени Веры Рубин за короткий период обнаружила более 2000 ранее неизвестных астероидов. Семь из них были отнесены к околоземным объектам. И ожидается, что эта работа приведет к обнаружению миллионов новых малых тел Солнечной системы. Но не только планеты и галактики привлекают внимание астрономов. Австралийский радиоинтерферометр ACAC зафиксировал мощный короткий радиосигнал, который первоначально интерпретировался как быстрый радиовсплеск. Позже было установлено, что источником сигнала стал старый американский спутник, но возможные причины, такие как электростатический разряд или столкновение с микрометеороидом, продолжают вызывать интерес. Обсерватория Анита регистрирует радиоизлучение, возникающее при взаимодействии нейтрино с антарктическим льдом. Зафиксированные аномальные сигналы, которые не объясняются известными частицами, могут быть связаны с темной материей. Это открытие может коренным образом изменить наше понимание о структуре Вселенной. Тем не менее, среди всех этих удивительных вопросов существует и менее крупный, но не менее захватывающий. Мотыльки Вагонга, мигрирующие на тысячи километров, используют звездную навигацию. Они ориентируются по Млечному пути и магнитному полю Земли. Проведенные эксперименты показали, что даже при облачном небе мотыльки сохраняли свое направление. При попытках исключить влияние магнитного поля, ученые сталкиваются с серьезными экологическими последствиями. Понимание, как насекомые общаются с природой, может помочь в охране окружающей среды. Симуляции ночного неба и исследования их навигации дают больше информации о том, как животные адаптируются к окружающей среде. Важные эксперименты с мотыльками, где использовались электромагнитные сенсоры для считывания активности их мозга, позволили ученым определить, когда эти создания используют навигацию по звездам. Максимальная активность наблюдалась, когда мотыльки летели в нужном направлении, ориентируясь при этом по млечному пути. Исследования активности мозга мотыльков могут стать важным шагом к пониманию работы мозга более сложных организмов. Это открытие подчеркнет важность мотыльков в экосистеме, учитывая их вклад в пищевые цепочки, поскольку они служат пищей для многих видов птиц и млекопитающих. Защита их популяции становится важной задачей нашего времени. Когда мы продолжаем исследование гипотезы о мультивселенной, важно учитывать философские и концептуальные аспекты, которые возникают. Если представить, что наша Вселенная — лишь одна из многих, за гранью черных дыр, то возникают глубокие вопросы о самой природе реальности. Возможно, существует множество параллельных Вселенных, каждая из которых имеет свои уникальные законы, физики и истории. Эта концепция не так нова, как может показаться. Идей о множественных Вселенных можно найти в произведениях многих ученых и философов, начиная с древнегреческих мыслителей и заканчивая современными теоретиками. Вопрос о том, в какой степени эти Вселенные могут взаимодействовать друг с другом, остается открытым и вызывает множество дебатов. Возможно, мы лишь находимся на пороге революции в понимании структуры и динамики космоса. Возвращаясь к вопросам астрофизики и мультивселенной, важно отметить, что наше понимание Вселенной постоянно развивается. Открытия, сделанные с помощью новых технологий и методов, могут кардинально изменить наше восприятие пространства и времени. Одно открытие приводит к следующему, раскручивая клубок истин, плотно запутанный в нашей истории. Астрономы и физики объединяют усилия и пытаются разработать универсальные модели, которые могут объяснить как глобальные явления, так и микроскопические взаимодействия. Работа телескопов, таких как Джеймс Вебб, показывает, как глубже научные данные могут способствовать качественному изменению нашего понимания. Например, его исследования уже помогли выявить сигналы о возможных экзопланетах и о том, как эти миры могут быть обитаемы. Создавая мост между различными областями, от астрофизики до биологии, мы находимся на пороге новых открытий, которые могут изменить наше восприятие жизни и Вселенной. Возможно, однажды мы сможем понять гораздо больше, чем когда-либо считали возможным. Вселенная и ее тайны продолжают манить, и каждое новое открытие – это лишь маленький шаг на пути к осмыслению нашей роли, как в космосе, так и в жизни на Земле. Научные исследования напоминают нам о том, что несмотря на то, что мы всего лишь маленькая часть огромной Вселенной, наша сущность, как разумных существ, движется к знаниям, которые приведут к лучшему пониманию окружающего мира. Наши стремления и открытия – это свидетельства нашей связи не только друг с другом, но и со всей Вселенной. Таким образом, история не заканчивается, она только начинается. Эта история о жизни в мультивселенной от черных дыр до мотыльков служит вдохновением для будущих поколений. Исследуя бескрайние горизонты, мы стремимся к пониманию не только окружающего космоса, но и самих себя. История о жизни в мультивселенной черных дыр и звездной навигации мотыльков Вагонга иллюстрирует, каким многообразным и загадочным может быть наш мир. Раскрывая тайны астрофизики, мы не только понимаем наше место во Вселенной, но и исследуем связи между всеми формами жизни – от обычных насекомых до громадных черных дыр. Научные находки, независимо от их масштаба, всегда будут открывать новые горизонты для будущих поколений исследователей.